Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Преполом не учена Сергия, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! С ней смерти, моли Бога у нас! С ней смерти, моли Бога у нас! 11 января. Житие преподобного отца нашего Феодосия Великого. Преподобный Феодосия родился в селении Магарионском в Каппадокии от благочестивых родителей, отца проересия и матери Евлогии, и был воспитан в благонравии и книжном обучении. Когда отрок пришел в совершенный разум и хорошо изучил Божественное Писание, ему приказано было читать в церкви назначенные для чтений места из богослужебных книг, и он был чтецом сладкогласным и искусным, как никто другой. Читая поучительные слова на пользу слушающим, он еще более пользу извлекал из этого сам для себя. Внимая Господу, то повелевающему Аврааму выйти из земли своей от родства своего, то убеждающему в Евангелии оставить ради вечной жизни отца, мать и братьев, он пылал сердцем и горел духом, желая оставить все последовать за Христом путем тесным и прискорбным. Помышляя об этом, он молился Богу, «Настави меня, Господи, на путь Твой, и пойду воистине Твоей». Потом, возложив упование на Бога, он отправился в Иерусалим. Это было царствование Маркиана под конец жизни его, когда в Халкидоне собирался 4-й Вселенский собор на Диаскоро и Истихия. Маркиан – византийский император. Царство 450-го по 57-й год. Проходя через Антиохию, блаженный Феодосий пожелал видеть преподобного Симеона, стоящего на столпе и сподобиться от него благословения и молитву. Он пошел к нему, и когда был близ к столпату, услышал голос преподобного, «Добрый пришел ты, человек Божий Феодосий!» Услышав, что его назвал по имени тот, который никогда не видел его и не знал, Феодосий удивился и упал на колено, поклонился прозорливому отцу. Потом, по приглашению его, он зашел на столб к святому и припал к честным его ногам. Тот же, обняв, поцеловал богодухновенного юношу и предсказал ему, что он будет пастырем словесных овец и спасет многих от мысленного волка. Под мысленным волком здесь, разумеется, дьявол и каждый из его слуг – совратителей зловерия и нечестия. Предсказал ему еще о многом и, благословив его, отпустил. Феодосий, подкрепленный благословением преподобного, имея его святые молитвы вместо сопутствующего наставника и хранителя, пошел к предлежащим ему путем и достиг Иерусалима. Это было в Патриаршество Ювеналия, 420-458 год, Патриаршество в Иерусалиме. Обошедший там все святые места и помолившись у гроба Господня в храме воскресения, он размышлял в себе, какой начать образ жизни – отшельнический или в общежительстве с другими ищущими спасения. И пришел он к убеждению, что безмолвствовать наедине, совсем еще не научившись, как бороться с лукавыми духами, небезопасно. Если из мирских воинов нет никого, кто был бы настолько несмыслен, чтобы в самом начале своего пребывания на военной службе, будучи еще не искусен и не обученным ратному делу тотчас броситься в середину сражающихся, то, как я, говорю в себе святой, не приучив еще своих рук к вооружению и своих перстов к войне, не будучи припаясан силой свыше, дерзну один в отшельничестве восстать против начал властей и миродержателей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Мне надлежит прежде присоединиться к святым подвижникам и научиться у опытных отцов, как мне бороться с врагами невидимыми. Потом со временем будут собраны и плоды, произрастающие из уединения и безмолвия. Так благоразумно рассудив об этом, ибо в нем, наряду с другими добродетелями, было и совершенное благоразумие, способное обо всем хорошо рассуждать, он тотчас стал искать себе наставника. В то время знаменитейшим из всех отцов, живших в Иерусалиме и его окрестностях, был некий старец по имени Логгин, имевший свою келью при столпе, который с древности назывался Давидовым. Затворившись там, он с чанием выделал сладкий мед добродетели. Придя к нему, блаженный Теодосий принял начало иноческих трудов, и, привязавшись к старцу сею душой, учился у него всякой добродетели, ибо тот преподобный был велик словом и житием. По прошествии довольно долгого времени он был переселен старцем, хотя и помимо своего желания, на место, называемое ветхим седалищем. По-гречески, кофисма, или кофисматная церковь, она находилась на полпути между Иерусалимом и Вифлеемом. Это произошло по следующей причине. Некоторая благочестивая женщина, честная вдова и христова служительница по имени Гликерия, создала на том месте церковь причистой владычицы нашей Богородицы и докучала преподобному Логину многими усердными просьбами, чтобы он отпустил Теодосия жить при новосозданной церкви. Хотя ученик не хотел разлучаться со своим отцом, однако по повелению его переселился туда. Когда он пребывал там, повсюду прошел слух о его добродетели. Добродетель так же делает явным стяжавшего ее, как зажженная свеча обнаруживает носящего ее ночью. И начали к святому приходить ищущие душевной пользы, начали собираться к нему желающие быть подражателями его жизни. Прожив там некоторое время, блаженный стал пяготиться отсутствием покоя, ибо он не терпел лицкого почитания и молвы. Он ушел оттуда на гору, где была пещера. В ней, по древнему преданию, отдыхали с дороги и ночевали те три волхва, которые приходили в Вифлеем ко Христу с дарами и возвращались в свою страну иным путем. Преподобный Феодосий переселился в пещеру из старого седалища. Это переселение его туда было по особому смотрению Божию, чтобы на том месте была воздвигнута преславная лавра, и собрались ко Христу Богу полки духовных воинов. Изменив свое местопребывание, блаженный изменил вместе и свою жизнь, начав проходить теснейший путь. Желанием его было исполнять всегда все заповеди Господни. Он был настолько объят божественной любовью, что все свои душевные силы направлял не к чему-либо и настоящему, а всецело к одному только Создателю Богу, чтобы любить Его всей душою, всем сердцем и всем помышлением. И чтобы являть эту любовь самым делом в телесных трудах и подвигах, которых нельзя и пересказать подробно. Молитва его была непрестанной, стояние всеночным, слезы всегда исходили из его очей, как потоки из источников. Пост его был безмерен. Тридцать лет он совсем не вкушал хлеба, питался только финиками, сочевым. Это отвар из хлебных зерен или гороха, бобов, овощей. Или травами и коренями пустыни. Да и этого употреблял так мало, лишь бы только не умереть с голоду. Когда же у него не было и такой пищи по причине скудости пустыны, то он питался косточками фиников, размоченными в воде. Душу же он питал непрестанно Словом Божиим, насыщая ее внутренним боговедением. Живя так, он просиял, как светлая звезда, и сделался известным всем жителям Палестины, ибо не может укрыться город, стоящий наверху горы. Некоторые из любящих добродетель приходили к нему, и пустынную жизнь с ним в пещере предпочитали веселой гражданской жизни. В начале у преподобного было семь учеников. Зная, что для начинающих жить по-божьему нет ничего полезнее, как памятование о смерти, что называется и считается истинным любомудрием, святой повелел ученикам выкопать могилу, чтобы, взирая на нее, они учились помнить о смерти, как бы имея ее перед глазами. Когда могила была готова, преподобный пришел посмотреть ее, и, стоя над могилой, сказал ученикам своим, как бы усмехаясь с душевными же очами, провиде имеющее быть. Вот, сяда, могила готова. Не найдется ли между вами кого-либо, готового к смерти, дабы обновить с собой эту могилу? Тогда святой сказал это один из предстоящих учеников его по имени Василий, пасану Иерей. Тотчас, предупреждая других, пал на колено перед старцем и, распростершись лицом на землю, просил благословения умереть и быть погребенным в той могиле. «Благослови, отец», — говорил он, — «мне обновить могилу, чтобы мне, первому из братьев, получающихся от смерти, быть мертвецом». Старец соизволил на его просьбу и повелел совершить поминовение по живому Василию, как уже по умершим, согласно закону о поминовении усопших, в третий, девятый, сороковой день. Когда окончилось все поминовение, скончался и блаженный Василий без всякой болезни, как бы уснул сладким сном, и, почив, он перешел ко Господу. По прошествии сорока дней после погребения его, старец увидел Василия, который явился посреди братьев во время правила и пел вместе с ними. Он помолился Богу, чтобы и у прочих открылись глаза, чтобы и они увидели явившегося. Увидел его один из братьев по имени Аэтий, от радости устремился обнять его руками, но явившийся тотчас исчез и стал невидим. Удаляясь, он сказал во всеуслышание, «Спасайтесь, отцы и братья, спасайтесь, а меня больше здесь не увидите». Это было первым свидетельством добродетели преподобного Феодосия, что у него был такой ученик, готовый по его наставлению на смерть и оказавшийся после телесной смерти живым душою, по слову Господню в Евангелии, верующий в меня, если и умрет, оживет. Прочие же обнаружения, данные старцу от Бога чудесной благодати, будут видны из следующего повествования. Наступал праздник Христового Воскресения. Ученики святого, которых в то время было уже двенадцать, скорбели, что у них ничего не было на праздник поесть, ни хлеба, ни масла и ничего съестного. А более всего скорбели, что в такой пресветлый праздник не могло быть божественной литургии, так как не было ни службы, ни просфора, ни вина. Почему они должны были лишиться и причащения святых тайн? Тайно они роптали несколько между собой на преподобного. Он же, имея несомненную надежду на Бога, повелел братьям украсить божественный алтарь и не скорбечь. Тот, сказал он, который припитал в древности Израиля в пустыне и после того насытил малыми хлебами многие тысячи людей, промыслит и о нас, ибо он ни силой не сделался слабее, чем был прежде, ни ревность его в промышлении над миром не сократилась, но он один и тот же Бог вовеки. Так с надеждой говорил преподобный, и тотчас сбылись слова его. Как в древности Аврааму предстал в чаще овен, готовый для жертвы, так у этого блаженного старца по Божьему промышлению оказалось все нужное. При заходе солнца пришел к пещере их некоторый боголюбец, везя из своего дома на двух лошаках различную пищу для пустынных постников, кроме того и просфора, и вино для совершения божественных таинств. При виде этого ученики блаженного возрадовались и познали, какой благодать исподобился старец их у Бога. Они в веселье отпраздновали Пасху, а принесенной пищей им достала на всю Пятидесятницу. Потом снова не стало пищи, и снова братья, мучимые голодом, скорбело. В то время один богатый муж творил много милостыни всем палестинским обителям, не подавал помощи только одной Феодосевой обители, находящейся в пещере, ибо не знал о ней. И докучали братья отцу, чтобы он дал знать этому благодетелю о себе и о них, чтобы, подобно прочим обителям, получить от него милостыню на пропитание. Преподобный Феодосий, отнюдь не желая быть известным кому-либо в мире и, надеясь не на людей, а на Бога, открывающего свою руку и насыщающего все живущее по благоволению, «Утешал учеников своих и поучал их, чтобы они терпеливо ожидали милости Божией, уповая на того, кто насыщает всякую алчущую душу. Если он дает пищу бессловесным скотам и птенцам ворона, взывающим к нему, тем более он не лишит нужной пищи разумную и словесную тварь». Когда святой утешал таким образом малодушествующую братью, пришел к ним некто, ведя лошака, навьюченного большим количеством сисных припасов. Он шел не к Феодосевой пещере, но переправлял припасы, чтобы отдать их в некотором другом месте. Когда же он был близ пещеры и хотел миновать ее, лошак остановился и не двигался далее с места. Даже после многих побоев от своего господина оставался на месте неподвижим, подобно камню. Человека тот, уразумев, что лошак его удерживается и остается неподвижим по воле Божией и силой невидимой, ослабил ему по воде и пустил его идти куда хочет, лошак, как бы ведомый некой рукою, пошел прямо к обители преподобного Феодосия, находившейся в пещере. И человек тот, познав благословение Господне и промышление его о своих рабах, отдал все припасы преподобному старцу и ученикам его. И с того времени ученики святого перестали малодушевствовать и старались быть ревнителями твердой веры и надежды своего преподобного отца на Бога. Число братьев ежедневно увеличивалось, ибо источники благодати, которой был исполнен святой отец, привлекали к себе много душ любящих добродетель, которых можно было бы назвать разумными ланями, желающими духовных вод. Причем немало приходило становитых и богатых людей, чтобы жить с преподобным. Пещера сделалась тесной для помещения столь большого количества людей. Приступив к преподобному, братья стали докучать ему просьбами, чтобы он основал возле пещеры монастырь и устроил широкую ограду для словесных овец. «Не забудьте, отче, — говорили они, — о средствах для построения монастыря. Только прикажи, и наших рук будет достаточно для совершения этого дела». Святой видя, что его призывают быть пастырем весьма многочисленного стада, и что нарушается его безмолвие, смущался различными помыслами, но не желая ставить безмолвие, как нелицемерную матерь, то попечение братьев считает за дело немаловажное, ибо не для себя одного только человек должен жить, но гораздо более для ближнего, образом чего был сам Христос Господь, который собрал учеников, явился пастырем словесных овец и положил за них душу свою. Размышляя об этом, преподобный Феодосий недоумевал, чего держаться. Безмолвели или попечение о спасении братьев? Исклонялся мыслью то к этому, то к другому. Что же делает блаженный? Он возлагает все на Бога, могущего соединить и то, и другое для одной пользы, чтобы и плод безмолвия не потерять, и не лишиться награды за начальствование над братьями и попечения о них, ибо жизнь инока укрепляется не в уединении тела, но через твердость в добре и мир сердца. Преподобный держал еще в уме и пророчество святого Симеона Столпника, который предсказал ему спасение словесных овец. Впрочем, он поручал дело, предпринимаемое им Божие изволения, и молился ему, дабы он дал знать, если ему будет угодно, создание монастыря, и указал чудесным знамением место, на котором должно было быть полагать основание обители. Взяв кадилы и наполнив его холодным углем, он положил фимиам без огня и пошел в пустыню, молясь так. Боже, уверивший Израиля многими великими чудесами и убедивший различными знамениями угодника своего Моисея, чтобы он принял бремя начальствования над твоими людьми, изменивший жезл змея и здоровую руку, исповелевшую от проказа и потом сделавши ее снова здоровую, обративший воду в кровь и легко обращающий кровь снова в воду, давший Гедеону на руне знамение победы, творец всего и вседержитель, начертавший языки и продолжение жизни тени, возвращенные назад по ступеням, услышавший молитвы Ильи, пославший огонь с неба для обращения нечестивых и попаливший дрова и жертву и камни и воду, ты ныне тот же Бог, услыши меня, раба твоего, и покажи место, где будет угодно тебе, чтобы я воздвиг святой храм твоей державе и устроил обитель рабам твоим, моим ученикам. Укажи всеконечное такое место там, где повелишь этим углям возгореться самим по себе во славу твою для познания и возвещения истины многим. Говоря в молитве этой и подобное сему, он обходил места, которые казались более удобными для построения монастыря. Он прошел далеко по пустыне и с теми же невозгорающимися и холодными углями в Кадиле достиг до места, называемого Кутилла, и до берегов Смолянского Смоленого озера. И когда увидел, что угли не загораются, и его желание не исполняется, то вознамерился возвратиться в пещеру. Когда он возвращался, и пещера была уже недалеко, о, кто достойно восхвалит твою бессмертную царю силу? Из Кадильницы внезапно вышел благухающий дым, ибо угли сильно разгорелись. Святой познал, что это место, на котором по благоволению Божию должна быть создана обитель, чудесно отмеченной не языком, но огнем. Ученики святого тотчас принялись за дела, положив основание. Они построили церковь, келью и ограду, и скоро с помощью Всевышнего устроили просторную обитель. Лавра преподобного Феодосия сделалась знаменитой и славной, и в ней было установлено общежитие. Господь даровал этой лавре всякое изобилие, чтобы живущие в ней не только могли обогащаться духовными богатствами добрых дел, но не были лишены и потребного для тела. И находили там успокоение не только иноки, но и миряне, странники и пришельцы, нищие и убогие, больные и немощные. Ибо преподобный Феодосий был милосерд, человеколюбив и милостив, являясь для всех сердцебольным отцом, для всех любезным другом, для всех усердным рабом и служителем, очищая язвы и струбья больных, омывая кровь, паяя их из своих рук и оказывая им всякие услуги. Он обнаружил великую любовь и к приходящим отовсюду, угощая их, успокаивая и снабжая всем необходимым. Преподобный был общим пристанищем, общей врачебницей, общим домом, общим пиром, общим сокровищем недугающих, алчущих, наготующих, странствующих. Все утешались его любовью, милостью и щедростью. И никого он не презирал. Служащие в обители за трапезой замечали, что иногда случалось в один день подавать до ста обедов для приходящих и странников и нищих. Так был человеколюбив и странно любив преподобный отец. Бог, который сам есть любовь, видя такую любовь своего угодника к ближним, благословил монастырь его, так что и малое количество пищи невидимо умножалось в нем и насыщало бесчисленное множество народа. Однажды в Палестине был голод, и множество нищих и убогих собралось отовсюду ко вратам монастыря в неделю цветоносную, чтобы получить обычную милостыню. Ученики опечалились, что не имеют столько пищи, что упадать столь многочисленным просителям, и сказали об этом блаженному. Он же с гневом взглянул на них, укорил их за неверие и сказал, «Скорее отворите ворота, чтобы вошли все!» Нищие и убогие, войдя, сели рядами. Преподобный приказал ученикам дать им хлеба. Ученики вошли в хлебопекарню со скорби, не надеясь найти ничего, но открыть пекарню увидели, что она полна хлебов, ибо рука промыслителя всех Бога наполнила ее ради веры раба своего. Братья восхвалили Бога за такое чудо и поделились великому упованию на Бога своего Аввы. Когда в другой раз в праздник Устения Пречистой Богородицы пришло в монастырь много народу, пищи же было мало, чтобы предложить ее столь великому множеству, преподобный Феодосий, возрев на небо и благословив несколько небольших хлебов, велел предложить их, и народ насытился так, как бы Бог умножал эти хлебы, как всегда, пять хлебов. Так что еще и на дорогу оставшиеся укрухи наполнили ими много корзин и, высушивши на солнце, питались в продолжении немалого времени, умножил как некогда пять хлебов. И много раз в обитель собиралось несметное множество народа, так что, казалось, и колодцев было недостаточно для напоения столь великого количества людей. Однако нескудевающие руки питателя всех Бога вполне всех насыщали. Преподобный устроил много странноприимных домов и различных больниц, особую для иноков, особую для мирян и особую для начальствующих и состарившихся в трудах. Он посещал, кроме того, и находящихся в горах и пещерах, заботился и болел о них сердцем, как отец-одетель. Он доставлял им все потребное и для тела, и для души, учая и наставляя их, и избавляя многих от сатанинского обольщения. Так вот в обители преподобного братья была не из одного народа и не одного языка, но различных, то поэтому он устроил и другие церкви, в которых каждый народ мог бы на своем языке славить Бога. Так в Великой Церкви Пречистые Богородицы, греки, в другой и верийцы, в третьей армяне, пели церковное правило на своих языках по семи раз в день, согласно уставу Давидову. «Седмерицы», — сказал он, «днем хвалив тебя». Для больных была особая церковь. Во время же причащения Пречистых Таим вся братья собиралась из всех церквей в одну Великую Церковь, в которой пели греки, и все причащались вместе. Всех братьев, чад преподобного отца, которых он возродил духом, воспитал в отеческом наставлении и направил к добродетели, было числом 693. Многие из них были пастырями в других монастырях, научившись доброму управлению от святого Феодосия, исполненного духовной премудрости и разума. Он пас в свое стадо, не жезлом наказывая, но воспитывая словом, словом, растворенным солью, трогающим за душу, проникающим до самой глубины внутренних движений. Вместе с словом он учил и делом, являя самим собой пример для пасства. Поэтому и тогда, когда кого-либо ласково увещевал, он был, однако, страшен для многих, и когда кого-либо обличал, был любезен и обходителен. Удивительно в нем было то, что, не будучи научен мирскому любомудрию и не будучи сведущ в греческих книгах, он излагал поучения с такой обстоятельностью, что с ним не мог сравниться никто из состарившихся над книгами и в совершенстве изучивших ораторское искусство. Ибо он учил не от человеческой мудрости, но от благодати Духа Божия, тайно вещающего к нему, как и к другому Еремии. Все, дашь слави сам моя во уста твои. И говорил, блаженно, еще много душеполезного, иное от себя, иное от апостольских изречений, отеческих завещаний и постнических слов Василия Великого, жизни которого он подражал, и богомудрое писание которого особенно любил. Из многих больших поучений его хорошо привести на память следующее, небольшое. Умоляю вас, братья, ради любви Господа нашего Иисуса Христа, предавшего себя за наши грехи, позаботимся, наконец, о своих душах, поскорбим о суетности прошлой жизни и поревнуем о будущем во славу Бога и Сына Его. Не будем пребывать в лености и настоящем расслаблении, проводя нынешний день в унынии, отлагая начало добрых дел на завтра, чтобы нам не оказаться перед судьею наших душ без добрых дел, не быть изгнанными из чертога радости, не плакаться праздно и безнадежно о дурно прожитом времени жизни, рыдая тогда, когда не будет никакой пользы в раскаянии. Ныне время благоприятное, ныне день спасения, настоящий век покаяния, а будущее воздаяние. Это делание, а тот получение награды, это терпение, тот утешение. Ныне Бог помощник для обращающихся от злого пути, а тогда Он будет страшным судьей человеческих дел, слов и помышлений, от которого ничто не может укрыться. Ныне мы наслаждаемся Его долготерпением, а тогда познаем Его правосудие, когда воскреснем одни на муку вечную, а другие в жизнь вечную, и получим каждый по своим делам. Долго ли нам медлить по виновениям Христу, призывающему нас в свое небесное царство? Не пора ли нам опамятоваться? Не пора ли обратиться от суетной жизни к евангельскому совершенству? Как мы посмотрим на страшный и ужасный день Господень, когда стоящих одесной Бога и близких к Нему по добрым делам приимет царство небесное, а находящихся слева отверженных за неимением добрых дел скроет гиенна огненная, тьма вечная и скрежет зубовный? Мы говорим, что желаем царства небесного, а как его получим, о том не заботимся. Не потрудившись нисколько над исполнением заповеди Господней, мы надеемся по суетности нашего ума на честь, равную с теми, которые боролись против греха до смерти. Получая так своих учеников, преподобный побуждал их к последней ревности о спасении. Хотя он был во всем кроток нравом, однако там, где совершалось насилие над благочестием, он был подобен палящему огню или рубящей секире или неодолимому воинскому оружию. В то время царствовал Анастасий Фракис 491 по 518 год, наследовавший державу после Льва Великого 457-474 и Зинона 474-91. В начале его царствование казалось подобным сладостному раю, впоследствии же оказалось, как бы полем погибели. Он сделался подобным тем пастырем, которые растеривают и губят свое стадо и поят овец мутною водою, ибо он совратился в ересь Ефтихия и без главного Севера и смущал ею церковь Божия, отвергая Халкидонский IV Вселенский Собор Святых Отцов, изгоняя православных епископов с престолов их, а еретических, поставляя на их места и склоняя к единомыслию с собой многих из православных, одних угрозами других почестями и даравами. Безглавые Акифалы, еретики VI века, последователи Севера Александрийского, они не допускали ни епископов, ни священников, ни таинств и представляли собой их крайние партии монофизитов. Он дерзнул коснуться своим льстивым коварством и сего непоколебимого в вере столпа преподобного отца нашего Феодосия. Попытка обощения заключалась в том, что он прислал преподобным тридцать литр золота, как бы для пропитания и одеяния нищих и на нужды больных, на самом же деле стараясь искать расположение к себе преподобного, которого слушала вся Палестина, разуму и совету которого она следовала. Великий Отец, понимая лукавство царя, как бы был орел, летающий в облаках, недоступный и недосягаемый, который скорее сам мог уловить своего ловца. Он не отказался от присланного золота, чтобы не показаться безрассудно презирающим веру царя и не подать поводок его к гневу, чтобы, кроме того, милостыню, совершаемую на это золото, исходотайствовать ему у Бога милость для наставления его на путь истинный. Но милостыня не имела никакого успеха, потому что золото было прислано не по правде, а с лукавством. Царь получил надежду иметь в лице Феодосия своего единомышленника, так как он принял золото. Но напрасно была его надежда. Наступило время, когда царь стал требовать от преподобного через своих посланных исповедания веры, на которые он рассчитывал именно с согласным с учением Евтихии и Севера. Преподобный, собрав всех пустынников, твердо восстал как муж сильный и вождь духовного воинства против еретического зловерия, царю же отвечал следующим посланием. Царь, когда нам предстоит одно из двух или жить нечестиво, лишившись следования за безглавными свободы, или честно умереть, последуя истинным догматам святых отцов, то знай, что мы предпочитаем смерть, ибо не принимаем новых догматов, но следуем законам ранее живших отцов, а тех, которые утверждают помимо этого, иное, благочестиво отвергаем и предаем проклятию, и не примем никакого, никого рукополагаемого безглавными по принуждению. Да не будет с нами сего Христе Царю. Если же случится что-либо подобное, то призвав вас свидетельство истины Бога, ныне хулимого ими, будем противиться даже до смерти. Как за Отечество, так и за православие с радостью положим наши души, даже и в том случае, если увидим эти святые места, погибающими в огне. Ибо какая нужда в одном только наименовании называться святыми местами, если на самом деле эта святыня терпит ругательства от еретичествующих. Мы никаким образом не решимся не только сказать, но даже и помыслить что-либо не согласное с святыми вселенскими соборами. Первый из них украшается тремя стами восемнадцатью отцами, которые собрались на Ария. И предав окаянного анафеме от стекли от тела церкви, ибо он отчуждал сына от существа отца по естеству и вводил догматы неправой веры. Второй собор по внушению Божию собрался в Царьграде на Македонии, который хулил Святого Духа. Третий Величественно сошелся в Ефесе на скверноязычного нечестивого Нестория, хулившего воспринятую от Пречистой Девы плочь Христову. После всего был собор 630 богоносных отцов в Халкидоне, которые изрекли согласные с первыми соборами и пояснили сказанное имя. Они отстекли от священного тела церкви, окаянного и злочестивого Евтихии вместе с Диаскором и утвердили апостольскую веру всякого же мыслящего противно ей отлучили от Церкви Христовой. Запротивление всем соборам да возгорится на нас огонь, да будет изощрен против нас меч, да постигнет нас лютейшая смерть, и даже если возможно вместо одного раза смерть пусть постигнет нас бесчисленное множество раз. Мы же ни в каком случае не отступим от истинного благочестия, и не обесчестим отвержением то, что доблестно приняли отцы. Свидетелями этого пусть будут их поты и многие подвиги, которые они подъяли за веру, но это будет хранимо крепко и неизменно и нами, и теми, которые сочтут за благо последовать Богу и нам. Мир же Божий превосходящий всякое разумение, да будет хранителем и наставником державы Твоей. Этим посланием преподобный ясно показал свою великую ревность по благочестии. Прочитав его, царь устыдился и несколько смирился и на время прекратил внутри своего государства гонение на православность. Он отписал к преподобному со смирением, обвиняя других в церковной смуте. «Человек Божий», писал он, «вновшестве этом мы не повинны, призываем дерзновенного свидетельства всевидящее око Божие, а тех происходит эта смута, которым много более других следовало бы в молчании почитать догматы веры и соборы. Они же желают каждый показаться выше других в слове и в достоинстве, нападают друг на друга и нас привлекают к себе. Не безызвестно твоему преподобию, что некоторые из инаковых лириков, считающие себя правомыслящими, вызвали эти соблазны, стараясь, как мы сказали, показать свое превосходство. Однако царь смирился ненадолго и по прошествии некоторого времени снова восстал против православия. И снова всюду, даже во Святом Граде Иерусалиме были возвещены постановления царя, отвергающие святые соборы, в особенности же Халкидонские. Снова духовный воин преподобный Феодосий, хотя уже и престарелый летами, обнаружил юношеский подвиг. Когда все молчали из страха и весьма многие изъявляли согласие, преподобный пришел в Иерусалим из своей обители и став в Великой Иерусалимской Церкви на возвышении, с которого обыкновенно священники предлагают чтение народу, и, сделав рукой знак молчания, громко возгласил, кто не почитает четыре вселенские собора, как и четыре Евангелия, да будет Анафема. Сказав это, он как ангел поразил народ, и никто из противников не осмелился ничего возразить, потом призвав из своих учеников усерднейших к вере, он обходил с ними окрестные города и селения, уничтожая зловерие и утверждая благочестие. Царь, услышав об этом, осудил его на изгнание, а Каянный не знал, что смерть стояла уже у двери его. Преподобный был сослом заточения, а царь Анастасий скоро лишился всей временной жизни, после чего исповедник Христос Феодосий вместе с другими претерпевшими изгнание за православие, немедленно возвратился в свою обитель. Писал к нему Феликс, епископ Древнего Рима, 526-530 годы. Та же Ефрем, епископ Антиохийский, 528-545, ублажая блаженного многими похвалами за то, что он обнаружил такую ревность, потерпел за истинную веру изгнание и готов был принять смерть. Но уже время перейти нам о сказаниях о чудесах святого. В то время, когда злощастивое повеление царя Анастасия было возвещаемо во святом городе Иерусалиме, для этого были собраны все отцы из палестинских обителей. И преподобный Феодосий, как мы сказали, пришел туда же со своими учениками. И весь этот собор был на месте, называемом Иеррафион, место же это есть сооруженное Константином Великим, седалище, на котором ежегодно бывало воздвижение Честного Креста Господня. В это время одна женщина, имевшая на груди болезнь, которую врачи называют Канкрум, здесь, вероятно, нужно разумевать неизвечимую болезнь, называемую теперь Канцер, то есть Рак, страдая долгое время и не получая от врачей никакого облегчения, пришла туда и стояла в изнеможении близлико святых отцов. Подойдя к одному из них, кто был преподобный Исидор, бывший впоследствии игуменом Сукийской обители, она сказала ему со слезами о своей болезни и спрашивала, есть ли в том соборе преподобный Феодосий и каков он видом? Исидор указал ей перстом святого. Она, подойдя и став сзади, подобно кровоточивой, коснувшейся края одежды Господней, тайно прикоснулась к киноческому одеянию, которое было на преподобном и тотчас получила исцеление. Это не утаилось от преподобного, который, обратившись к женщине, сказал «Дерзай, дочь, ибо владыка мой сказал «Вера твоя спасла тебя». Блаженный Исидор поспешно подошел к женщине, желая видеть совершившееся чудо и нашел, что не осталось и знака на том месте, где была неизлечимая язва. По смерти царя Анастасии и по возвращении из-за точения преподобного отца у Феодосия было в обычае ходить в Вифлеем для молитвы. Однажды, желая отдохнуть от труда, он свернул с пути в обитель преподобного Маркиана. Тот с любовью принял дорогого гостя, не имел с чем угостить его, ибо у него не было в то время ни хлеба, ни пшеницы. Когда они довольно долгое время пребывали в духовной беседе друг с другом, и настало время трапезы, Маркиан приказал своим ученикам, чтобы они сварили Сочиево и подали им. Феодосий же, видя такую бедность, его велел своим ученикам вынуть из мешка и предложить своих хлебов, взятых из дому на дорогу. Когда они ели, преподобный Маркиан сказал преподобному Феодосию, не обесцудь очи на том, что приготовили скудные угощения, и не укоряй нас, что не предложили хлеба, ибо мы очень обеднели, и у нас совсем нет пшеницы. Когда он сказал это, дивный Феодосий посмотрел на бороду Маркиана, увидел неизвестно, откуда попавшее в нее пшеничное зерно. Осторожно и тихо снял его правой рукой, он сказал с радостной улыбкой на лице, вот и пшеница, как же вы говорите, что у вас нет пшеницы. Блаженный Маркиан, взяв с радости с Феодосиевых рук, вынутое из своей бороды зерно, как некоторое плодородное семя, повелел отнести его в житницу, веруя, что по благословению святого Феодосия оно без труда принесет плод больше, чем на возделанный нивик. Что и случилось. По уходе Феодосия, когда ученики хотели поутру открыть двери житницы, увидели, что она полна пшеницы, так что даже и двери не открывались. Маркиан послал к преподобному Феодосию с известием о совершившемся чуде и с благодарностью за умножение пшеницы. Преподобный отвечал, не я, но ты, отче, умножил пшеницы, бо зерно было взято из твоей бороды. Одна знаменитая женщина из Александрии пришла в обитель преподобного Феодосия с сыном своим маленьким отроком, который увидев издали святого отца и, указывая на него пальцем, воскликнул своей матери, вот кто спас меня от потопления в колодезе, поддержав меня за руку, чтобы я не утонул в воде. Мать, упав к ногам преподобного, рассказала следующее. Отрок этот, сказал она, играя со своими сверстниками, упал по неосторожности в глубочайший колодезь. И мы думали, что он разбился там и утонул. Рыдая о нем, как уже об умершем, мы спустили одного человека в колодезь, чтобы вынуть из воды труп отрока. Но нашли ребенка живым на поверхности воды. Когда мы изумлялись и спрашивали, каким образом он не утонул в воде, он рассказал нам, какой-то престарелый инок Ириши взял меня за руку и держал на воде. С того времени взяв отрока, я обхожу города и селения, горы и пустыни, пока не найду этого старца. И вот я нашла твое преподобие, и тебя узнал ребенок мой, спасенный тобой от потопления. Другая женщина очень страдала во время рождения детей. Она рождала мертвых детей и всякий раз с весьма тяжкими страданиями. Она была и многочадной, и бессчадна. Многочадна, потому что рождала часто, бессчадна, потому что дети рождались мертвыми. Со слезами просила она преподобного Феодосия помолиться о ней, чтобы ей не рождать более мертвых детей и чтобы облегчились ее жестокие страдания. Еще просила она и о том, чтобы, когда она родит мальчика, позволить назвать его своим именем Феодосием. «Если ты позволишь, сказала она, назвать твоим именем имеющего родиться от меня, то надеюсь, что ребенок будет жив». Преподобный согласился на ее просьбу, усердно помолился о ней Богу, и когда настало время женщине родить, то у нее не было прежних страданий, она родила легче, и ребенок оказался живым мужеского пола и был назван именем преподобного. когда окончилось кормление его грудью, он несколько подросток, его привели в обитель к преподобному отцу и посвятили на иноческое служение Богу. Также и другие женщины из Феодосиема, скорбевшие о своих умиравших детях, когда назвала новорожденного именем преподобного, сохранила через сто ему жизнь. Другая женщина, он вырос здоровым и был мужем искусным, ибо он был превосходным архитектором. Однажды гусеницы саранча производили опустошение в Палестине. Преподобный был в то время уже весьма стар и не мог ходить. Однако он приказал ученикам вести себя в поле, где угрожала плодам земным погибель, и там остановил саранчу и гусениц, сказав, общий нам всем владыка повелевает вам, чтобы вы не погубляли человеческих трудов и не съедали пищу бедных. И точно саранча рассеялась как облако, и гусеницы погибли. Однажды братья очень нуждались в одежде и не имели чем прикрыть наготу. Приходя к преподобному, они докучали ему просьбами. Он же, не имея средств на покупку одежд, мог только разве соболезновать им, однако словами обещания владыки сказал им, не заботьтесь о завтрашнем дне, ищите же прежде царствие Божие правды его, и все сие приложится вам. Знает Отец ваш Небесный, что вы имеете во всем том нужду. В то время, как святой утешал так братья, пришел один муж, который никому не был известен и не сказал о себе, кто он и откуда. Он дал преподобному монастырские нужды сто золотых монет и ушел. Преподобный, воздав благодарение Богу за таковое промышление его, отдал это золото на одежды для братья, и все были обеспечены ими на долгое время. Иулиан, пастырь Боцерской церкви, который учился в ранней молодости у преподобного чтению книг, сообщил о нем следующее. Однажды сказала, мы пришли к преподобным отцом в Бостру. И вот одна женщина, известная особенно злобой, встретив нас, посмотрела с гневом на преподобного отца и назвала его льстесом и лжецом. И тот час ее постигло наказание от Бога, она внезапно упала и умерла. Случилось нам, говорил он же, идти мимо монастыря, в котором были чернорисы, придерживающиеся ереси севера. Уведев нас, они начали ударять церковное било для собрания братьей прежде обычного времени пения. Преподобный, уразумев, что они замышляют против нас какие-то козни, распылал праведным гневом и пророчески сказал слова о владыке. Не останется здесь камня на камне, как все будет разрушено. Слова эти не замедлили сбытия. Спустя немного времени агаряне напали ночью на этот монастырь, ограбив его, бывшее в нем, и взяв в плен всех иноков, они зажгли монастырь и разорили, согласно предсказанию святого то место. Начальник греческого войска, называемый Восточным смелый в боях, но благоговейный перед Богом. Отправляясь в поход против персов, сначала пришел в Иерусалим поклониться святым местам и приобрести помощь Божией против врагов. Он пришел и в обитель Феодосия, потому что слава о святости преподобного отца, распространяясь повсюду, всех привлекала к нему. Беседой со святым он получил от него большую пользу. Он услышал от него, что нужно полагаться ни на луг свой, ни на множество войск надеется, но знать одного помощника Бога и уповать на непобедимые силы его, ибо для него легко сделать то, что один погонит тысячу, а двое обратят в бегство многие тысячи неприятелей. Через такое поучение и беседу этот комит почувствовал великую любовь к святому и выпросил у него властяницу, которую носил святой, чтобы она была ему щитом в битве. Когда греческое войско сошлось с персами и вступило в жестокую битву, комит, одетый во властяницу преподобного Феодосия, как в броню, оставался невредимым от стрел копий и мечей и обнаруживал великую храбрость. Возвратившись по окончании войны, он снова пришел к преподобному и заявил, «Я видел в бою, сказал он, тебя самого отче, помогающего мне и делающего меня страшным для врагов, пока мы не победили персидскую силу». Преподобный Феодосий Великий явился не только этому комиту, когда он был далеко, но он являлся и многим другим во многих местах, принося скорую помощь. Он являлся, избавляя от бед, то погибающим на кораблях среди волнений и бури, то блуждающим в пустыне, то попавшим в пасть диких зверей, иным во сне, другим же наяву. Он был скорым помощником не только для людей, но и для бессловесных животных. Один странник шел, ведя осла. Встретившийся ему на пути лев, не обращая внимания на человека, бросился на осла, чтобы растерзать и пожрать его. В трепете человек громко призвал имя преподобного, говоря, «Человек Божий Феодосий, помоги мне!» И тотчас лев, услышав имя святого, обратился назад и побежал в пустыню. Вспомнив нечто, относящееся и к прозорливости преподобного, но он повелел ударить в Биллу, чтобы братья собрались. Когда все пришли, он вздохнул, прослезился и сказал, «Молиться нужно, отцы и братья, молиться нужно, ибо я вижу гнев Божий, который уже надвигается на восточную страну». После этого по прошествии шести или семи дней услышали, что великое землетрясение разрушило Антиокию. В то же самое время, когда преподобный, видя гнев Господень, приказывал молиться братьям. После этого преподобный отец наш Феодосий, приближаясь к блаженной кончине, лежал на одре болезни в течение целого года. На его устах непрестанно была молитва, так что, когда он даже засыпал, уста его двигались и произносили те псалмы и молитвы, к которым привыкли. И когда святой пробуждался, то в устах его был псалом, так что на нем сбывалось изречение Давида, даже и ночью песни его у меня часто поучал добродетели и братьев. А за три дня до своей кончины он призвал трех любимых им епископов и, возвестив им о своем отшествии к Господу Богу, дал последнее целование плачущим и рыдающим о разлуке с Ним. На третий день после этого среди молитвы к Богу он предал ему свой дух, прожив всего сто пять слишком лет. Представление его Бог почтил следующим чудом. Один муж по имени Стефан родом из Александрии был одержим в течение долгого времени бесом. По представлению преподобного он, прикоснувшись к адру его, освободился от своего мучителя и выздоровел. В тот час повсюду узнали о кончине святого из всех городов, собралось множество народа иноков из обителей. Пришел и первый святитель Иерусалимский Петр с епископами и с счастью погребли святое тело отца нашего Феодосия в пещере, в которой он первоначально жил. Во славу Господа нашего Иисуса Христа со Отцом и Святым Духом славимого вовеки. Аминь. Богу нашему славого вовеки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Аминь.